Офис уполномоченного по правам человека в Абхазии функционирует чуть более полутора лет. До этого омбудсмены работали при президенте, не имели своего аппарата и были зависимы от исполнительной власти. С прошлого года все изменилось. Главным по правам человека в республике парламент избрал Асиду Шакрыл, утвердил бюджет на организацию содержания офиса, уполномочил заниматься защитой прав жителей страны. Как рассказывает Асида Шакрыл, понятно стало сразу, что с соблюдением положения Всемирной декларации прав человека в Абхазии не все благополучно. И больше всего нарушений было выявлено как раз в правоохранительной сфере и с исполнением судебных решений. К нам люди обращаются с тем, что есть судебное решение, а не исполняется это решение. И суды, исполнители тоже принимают какие-то меры, но не получается до конца решить их проблему. Это тоже надо с этим разбираться. Как так чиновник может игнорировать судебным решением? Есть судебное решение, чиновник должен его выполнить. Есть судебное решение выдать паспорт, а паспортное управление не выдает. И у нас есть сейчас такие дела, и мы обращались в Министерство внутренних дел к министру. Надеюсь, как-то эта проблема будет решена. И суды, исполнители тоже частично удовлетворили уже эти требования. Они стараются как-то работать в этом направлении. Мы не относимся к суду как к судебному решению, как к решению, которое не подлежит уже после того, когда уже на этой Верховном суде. Если есть кто, кто подает касацию, это понятно. Но когда нет ни касационной жалобы, ничего, а есть судебное решение, просто не исполнять это. Это трудно вообще объяснить. Фактов и историй, связанных с нарушением прав человека со стороны правоохранительных органов, Асида Георгиевна может рассказать множество. Но в разговоре с нами она подробно рассказала о самых последних и громких событиях. Ну вот недавно в связи с этим громким делом и стрельбой в центре города и убийством людей были, конечно, ну вот по подозрению задержали многих. И вот к нам обратилась женщина, которая искала своего мужа в течение пяти дней. Я начинаю выяснять, где этот человек находится. И звоню, вот, например, в следственные отделы. Они говорят, у нас по спискам его нет. Замминистра, который владеет информацией о том, кто содержится в ИВСах и СИЗО, он сказал, нет такого человека, он не проходит ни по каким спискам. Выясняется, что он содержится в кабинете ОВД города Сухум. Я говорю, мне надо встретиться с задержанным. И довольно-таки высокопоставленный чиновник мне говорит, вы не имеете права встретиться с ним один на один. У вас нет такого права. Ну, я ему говорю, наверное, вы не знаете, что вот есть такой институт уполномоченного по правам человека. Есть вот такой закон об уполномоченном по правам человека, где расписаны права и все остальное. Ну, возможно, вы не знаете. Хорошо, он не знает об этом законе, но он не может не знать, что после задержания, что должен быть оформлен протокол задержания, что человеку должна быть дана возможность позвонить своим родственникам и сказать кому-то, сделать один звонок и сказать, не переживайте, я нахожусь здесь. И потом ему должны предъявить, за что его задерживают. То есть ни одной бумаги нет. И человек сидит пять дней. И никто за это не несет ответственности. Ну, чем отличается просто похищение уголовниками, преступниками человека и вот такой вот случай? Чем он отличается? Такие же действия и такое же отношение, такие же унижения проходят этот человек. Все это становится допустимым, возможным, когда можно здесь нарушить, значит, можно и дальше пойти. Можно без, не имея никакого разрешения, не имея никаких оснований задерживать, если ты задерживаешь на пять суток, да, и его отпустили только потому, что я думаю, что я пришла. Потому что мне объясняли потом, когда я просила мне объяснить, почему, на каком основании они его задержали, они говорили, мы его не задержали, он у нас как свидетель проходит. Я говорю, ну а как, на каком основании свидетель может быть закрыт на пять дней в одном из кабинетов Министерства внутренних дел? Ну, они говорят, мы в целях его безопасности. Но тогда есть тоже закон, регулирующий защиту свидетелей. Ну, может, у нас не расписан этот закон, но есть какие-то нормы, как это сделать. Но не закрывать его на пять дней в СИЗО. Это нарушение не потому, что они не знают законов, потому что они пренебрегают этими нормами. Это стало допустимо, что можно не уважать права человека, можно их нарушать. Чтобы исправить ситуацию, по инициативе омбудсмена и при поддержке Министерства внутренних дел в школе милиции проводятся уроки прав человека. Будущих милиционеров обучают в интерактивной форме. Они не просто заучивают права, описанные в декларации. Они учатся принимать решения в самых разных ситуациях, которые преподаватель моделирует прямо на уроке. Вот такая проблема. Вы знаете, что ваш участковый милиционер дружит с директором ночного клуба, которого все подозревают в распространении наркотиков. Что вы думаете об этом? И ваши действия? Как гражданина этой страны? С помощью такой своеобразной игры курсантов школы милиции готовят к освоению более объемных и абстрактных понятий. Как рассказала Асида Шакрыл, в настоящее время к изданию готовится учебное пособие по правам человека. Еще пособие не готово, и поэтому как-то вот и людей подготовить, которые будут проводить эти занятия. На это тоже нужно время и так далее. И вот сейчас эту работу мы проводим, мы, Центр гуманитарных программ, Институт уполномоченного и Министерство внутренних дел вместе с дирекцией этой школы. Мы все вместе вот сейчас работаем над тем, чтобы эти занятия по правам человека эффективно преподавались бы в школе. И есть часы, но вот пока пособие не готово, мы сами вот... Еще один довольно болезненный вопрос – домашнее насилие. Как рассказывает Асида Шакрыл, участившиеся обращения в офис уполномоченного по правам человека свидетельствуют о том, что это реальная проблема. Поэтому сегодня мудсмен берет на себя обязательства всеми возможными путями добиться принятия закона о домашнем насилии. Мы обнаружили, что очень много людей обращаются с проблемой насилия в семьях. Поэтому я думаю, что надо принимать срочный закон. Мы подготовили такой законопроект, он готов. Мы представим это в парламент. Надеюсь, что депутаты парламента, оценивая всю ситуацию в стране, они примут как-то меры, чтобы побыстрее вот этот закон заработал в нашей стране. Еще одна актуальная проблема – судопроизводство по делам несовершеннолетних. По мнению мудсмена и как показывает международная практика, нельзя детей судить как взрослых. В мире уже отработан механизм работы с подростками. Это необходимо, чтобы, во-первых, защитить незрелую психику подростка, а во-вторых, не допустить дальнейшего пагубного влияния преступного мира на еще не сформировавшееся мировоззрение. В связи с тем, что очень тоже проблемы, часто попадаются несовершеннолетние по уголовным делам, и их судят как взрослых, не учитывая, что это дети и что к ним нужны иные подходы. Поэтому нам нужно думать об ювенальном законодательстве. За полтора года в офис уполномоченного по правам человека обратилось 138 человек. По словам специалистов, которые работают с обращениями граждан, большая их часть – это вопросы консультативного характера. Это говорит о том, что люди не знают о своих правах и не имеют представления о том, какие у них есть возможности при общении с чиновниками. И чиновники этим пользуются. Вместо того, чтобы обратиться в кабинет госслужащему, они идут в офис омбудсмена, так как адекватный ответ и совет зачастую могут получить только здесь. Реагируя на обращения граждан, юристы аппарата направили 134 письма чиновникам разного уровня за эти полтора года. На данный момент за полтора года работы в офис уполномоченного по правам человека обратилось 138 граждан, которых сотрудники аппарата уполномоченного приняли более 350 раз. Более 70% обращений требуют всего лишь консультации и перенаправления в соответствующий государственный орган, который должен решить проблему, связанную с нарушением права. Специалисты аппарата уполномоченного по правам человека впервые создали базу данных, в которой указано все. Данные обратившихся граждан, данные чиновникам, к помощи которых прибегали специалисты офиса, количество обращений к ним и прочая информация. В данный момент сотрудники аппарата приступили к ее заполнению. Все обращения граждан, все заявления, все реагирования и действия сотрудников аппарата уполномоченного, они фиксируются в эту базу данных, в том числе для прозрачной отчетности, для легкости нахождения дел, даже тех, которые уже давно закончены. Следующим сотрудникам аппарата, даже если все нынешние уйдут, будет легко и удобно работать с этой базой. Обеспечивать доступ каждого гражданина в офис уполномоченного по правам человека здесь считают своим долгом. Несмотря на его довольно труднодоступное расположение на пятом этаже национальной библиотеки, куда лифт не достает. Специалисты приняли решение принимать людей в холле библиотеки на четвертом этаже. Оборудовали дверь звонком, поэтому все, чья мобильность ограничена, могут вызвать сотрудника аппарата, уполномоченного одним нажатием кнопки. То есть нажав на эту кнопку, поступает звонок в секретарю, который сообщает о том, что здесь ожидает посетитель. И в данном месте мы можем принять гражданина. В любое время прием осуществляется с 9 до 6 в будние дни. А недавно омбудсмен начала сотрудничество с Ассоциацией инвасодействия. В настоящее время их совместная задача – мониторинг ситуации с соблюдением прав людей с ограниченными возможностями и выработка стратегии. Во-первых, совместными усилиями они планируют получать информацию о государственных расходах на помощь инвалидам, чтобы понять, насколько эффективна эта помощь. Во-вторых, сотрудничество будет направлено на создание доступной городской среды. Но первоочередная задача – это сбор информации. Мы предложили нашему офису омбудсмена, нашей организации, ежегодно составлять такой отчет о состоянии прав людей с инвалидностью в Абхазии. И мы будем каждый год фиксировать ситуацию в области образования, доступа к образованию, доступа к информации, к социальным услугам, к соц. обеспечению, пенсионного обеспечения, доступности бытовой, доступности общественных городских пространств, доступности транспорта. Ну и вот другие аспекты реабилитации, медицинской помощи. И мы будем фиксировать каждый год, что случилось хорошего в той или иной области, где ситуация не изменилась вовсе, а где она, возможно, и ухудшилась. Идея в том, чтобы видеть, какова динамика. Мы очень надеемся, что после того, как мы запустим такой механизм, и в течение года будем мониторить ситуацию, а мы, по сути, мониторим ситуацию. Потому что когда 10, 20, 100 и больше людей приходит в приемную, в любую общественную приемную, когда люди, работающие там, фиксируют ситуацию и по каждому конкретному случаю проводят информационно-правовое сопровождение, благодаря этому мы накапливаем некий опыт. Омбудсмен сотрудничает со многими общественными организациями. Это и Ассоциация женщин Абхазии, Детский фонд и Центр гуманитарных программ. Такая совместная работа дает больше возможности аппарату уполномоченного по правам человека и самим организациям, так как позволяет объединять ресурсы и использовать их наиболее рационально. В бюджете уполномоченного заложена определенная сумма на исследование, но все равно этого не хватает. Поэтому я стараюсь объединить наши ресурсы с теми организациями, которые тоже что-то делают. Это, если это касается информации, всегда в этих организациях достаточной информации, чтобы использовать их для анализа ситуации. У омбудсмена в Абхазии большие планы, но, как говорит Ассида Шакрыл, продиктованы они не столько профессиональными амбициями, сколько существующей реальностью. Эти права закреплены в Конституции, эти права закреплены во всех наших законах. Это не должно стать такой просто рекламной нашей какой-то вот такой вывеской. Мы должны им следовать. Это стало допустимо, что можно не уважать права человека, можно их нарушать. Понимаете, мы на самом деле не должны пренебрегать опытом человечества. И мы знаем, вот сейчас 10 декабря, вообще вот это день прав человека, он связан с тем, что именно 10 декабря была принята декларация прав человека. И что это за документ для человечества? Этот документ, он возник, он стал возможным после того, что пережило наше человечество после ужаса Второй мировой войны. То есть, ну, человечество поняло, что нельзя мириться и нельзя допустить такое. И этот документ вот заложил основы защиты прав людей. Вот после этого все эти конвенции, что это такое эти конвенции, да? Эти конвенции, они обязывают государство защищать права человека, не нарушать их, обеспечивать их и так далее. Мы часть этого цивилизованного мира. Или мы отказываемся быть цивилизованной страной и поощрять вот это насилие и дикость? Или мы не миримся с тем, что наше общество будет жить по таким правилам, по таким нормам? Если мы не будем с этим бороться, ну, мы получим, ну, не знаю, наверное, вот общество с фашистскими взглядами. 10 декабря День защиты прав человека отмечают с 1950 года, после того, как в 1948 году Генеральная ассамблея ООН приняла Всемирную декларацию прав человека. В разных странах в этот день собираются демонстрации, проводятся конкурсы, в том числе среди журналистов. В Абхазии эта дата – будничный день, незаметный. Пока о нем не принято говорить громко, как и заявлять о своих правах, когда они нарушаются. Мария Анна Котова, Эдуард Ракелян, Раму Камке, Абаза ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова